Шалом, дорогие друзья! Очень рад быть с вами сегодня. И хотел сегодня дать небольшой урок на, думаю, интересную тему и ответить на вопрос, который, я думаю, многие задавали себе. Почему усомнился Иоанн? Почему в его сердце пришли сомнения, что Ишуа является Машиахом? И когда мы читаем, что Иоанн находился в темнице, он послал своих учеников. Есть много разных теорий, почему это сомнение пришло в его сердце. И я хочу, чтобы мы могли зачитать это в тексте и подумаем, что же там на самом деле происходит. Вы можете вместе со мной открыть свои Библии или телефоны, смартфоны. И я хочу прочитать это послание от Матфея. Также есть послание в Луке на ту же самую тему. Это 11 глава со 2 по 6 стих. Иоанн, же услышав в темнице о делах Ишуа или Машеха, послал двоих из учеников своих сказать ему, «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» И сказал им Ишуа в ответ, «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются и глухие слышат, мертвые воскресают и нищие благовествуют, и блажен кто не соблазнится о мне». Очень интересно, Иоанн, который получил много свидетельств от самого Господа, от самого Бога, что Ишуа, он тот избранный Машех, который должен прийти и спасти народ, вдруг почему-то приходится мнение в его сердце. И это очень странно. Я думаю, каждый из вас помнит, какие знамения Иоанн видел, когда он погружал Ишуа, когда Ишуа к нему пришел. Мы об этом тоже сейчас с вами скоро почитаем. И он явно знал, что Ишуа, он тот Машех, которого обещал Бог, который придет и спасет весь Израиль, который берет грех мира, как он сказал о Ишуа, вот Агнец Божий, который берет грех мира на самого себя. И вот он сидит в темнице. Может быть, многие говорят, то состояние, в котором он находился, эти узы, которые его сейчас держали. И это дало ему какое-то огорчение. Это сбило его надежду. Может быть, сомнения пришли в его сердце, что как так? Он сам, который также пришел приготовить путь к Господу, вдруг находится в темнице. Почему он находится в таком состоянии? Думаю, многие из нас иногда переживают подобные моменты, когда, с одной стороны, кажется, что Бог нас на что-то посылает, мы куда-то двигаемся, но все складывается не так, как нам бы хотелось. Вместо каких-то благословений мы получаем что-то совсем другое, и тяжелые ситуации в нашей жизни, они приводят в горечь нашу жизнь. И наша та уверенность, та надежда, которая была в Боге, она начинает ослабевать. Где-то появляются небольшие такие дырочки, которые это сомнение начинает заполнять, и просто разрывает нас изнутри. Но на самом ли деле это была причина, почему усомнился Иоанн? И мы видим, что самое интересное, что он посылает своих учеников не просто так, но самый первый стих, который мы прочитали, второй стих, он говорит, «Иоанн же, услышав в темнице о делах Машиаха, послал двоих из учеников своих». То есть Иоанн сидит в темнице, и он слышит то, что делает Яшуа. Он видит, что он молится за людей, они исцеляются, он изгоняет бесов. В Луке мы читаем, что перед этим он воскрешает мертвого, сына одной вдовы. И все это происходит на глазах людей, и слухи очень быстро распространяются и доходят до Иоанна. И именно здесь, когда он видит, что Яшуа делает много чудес, совершает много знамений, вдруг именно в этот момент приходит сомнение в его сердце. Именно в этот момент он начинает сомневаться еще больше. Правда ли, что Яшуа Машиах? Это очень странно. Как так? Вроде вот все хорошо, вот благословение, вот мы видим Яшуа, который помазанник Божий, исцеляет, помогает людям. И именно это дает сомнение Иоанну. Почему так происходит? И что успокаивает его? Каким образом, какой ответ дает Яшуа на его слова? Давайте мы посмотрим, что отвечает Яшуа его ученикам. Они спрашивают, ты ли тот, который должен прийти или ждать нам другого? То есть Яшуа понимает, о чем идет речь. Ты ли Машиах, которого нам обещал Бог? Яшуа сказал им в ответ, «Скажите Иоанну, что вы видите и что слышите? Что слепые прозревают, хромые ходят, и прокаженные очищаются, и глухие слышат, и мертвые воскресают». Яшуа не просто так говорит именно об этих чудесах. Потому что есть пророчества, которые говорят о Мессии и о чудесах, которые Машиах должен был сделать. Это все связано и, во-первых, с иудаизмом, и с разными пророчествами, которые говорил Исаия и многие другие пророки. Они говорили о том, что будет в то время, когда Бог посетит эту землю. И вот эти вот чудеса, когда хромой, который такой с детства, который такой был рожден, он начинает ходить, это что-то особенное. Это не просто чудо. Когда мертвый воскресает, это то же самое, это что-то особенное. Это не просто как помолиться за больного, и он исцелился. Когда слепой от чрева матери, или глухой, или немой, он начинает говорить, все эти чудеса, они приписывались только к Машиаху. Что только Машиах может творить что-то такое особенное. А самое главное, что Ишуа это делает все вместе, все в комплексе. Все эти чудеса он являл людям. И Ишуа говорит ученикам, вот видите, все именно это, то, что обещали пророки, я исполняю, я делаю. Я хочу прочитать один стих из книги пророков, это пророк Исаия, который говорит как раз о мессианских пророчествах, или о том, что произойдет, когда Бог посетит землю. Это написано в Исаии 35 главы 3 по 6 стих. Написано, Вы видите? То есть вот эти вот стихи, эти пророчества, которые многие евреи знали, они их все относили к именно приходу к Машиаха. Они думали, что Машиах помазанник Божий, который приходит от имени Бога, который являет Божью шехину, Божье присутствие в этом мире. Он тот, который способен изменить природу, он тот, который способен сотворить такие чудеса, чтобы хромой мог скачать, чтобы уши глухих отверзлись, чтобы мертвые воскрешали. Это как раз то, что Ишуа заявляет о себе, и не просто заявляет, а показывает на деле. Он говорит, скажите это Иоанну, и пусть он знает, что то, что обещали пророки, вот я исполняю, я именно тот, который должен прийти. Но давайте вернемся назад. Почему же все же, именно когда до этого Иоанн слышит, что Ишуа творит что-то доброе, что-то хорошее, исцеляет людей, изгоняет бесов, молится, благовествует Царствие Божье. Почему именно его поступки, его вот эти вот действия привели сомнение к Иоанну? Для того, чтобы понять это, мы должны вернуться немножко назад и увидеть, и прочитать. Это третья глава от Матфея, когда Иоанн только начинает свое служение, он приходит, чтобы на Иордан погружать людей в воде. Я хочу прочитать из третьей главы от Матфея. Начну с пятого стиха. Тогда Иерусалим и вся Иудея, и вся окрестность орданская выходили к нему, к Иоанну, и погружались от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему погружаться, сказал им, «Порождение Хиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния. И не думайте говорить в себе, отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвинуть детей Аврааму». И вот сейчас самое важное. «Уже из секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде в покаянии, но идущий за мною сильнее меня. Я не достоин понести обувь его, он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожгет огнем неугасимым». Иоанн погружает людей, которые приходят к нему. Здесь есть много о чем поговорить, почему они заявляют, что они дети Авраама, как это связано вообще с водным погружением, что нужно им каяться, не нужно. Это отдельная тема, но вот с 10 стиха, я думаю, это то, на чем нам стоит заострить свое внимание. И речь здесь идет, я думаю, мы видим, что Иоанн заявляет о двух видах погружения. То есть сам он, во-первых, погружает воду, это одно, но о двух других видах погружения он говорит, это погружать будет, идущий за мною вас, во-первых, в Дух Святой, а во-второе, в огонь. Или как написано, крестить будет вас Духом Святым и крестить вас будет огнем. И люди, когда думают, что же такое погружение в огонь или крещение огнем, многие задаются этим вопросом, и есть очень-очень стандартная и распространенная теория, что говорят, что крещение огнем — это испытание, которое мы проходим в нашей жизни, что Бог через эти испытания закаляет нас, Он очищает нас от всего негативного, что в нас есть, чтобы эта вся шелуха отпала, и это закаляет нас так же, как огонь закаляет железо, делает нас сильнее. Но это не то, что говорит нам на самом деле Писание. Это очень хорошая теория, очень известная теория, многие пользуются, ничего в этом плохого нет. Но Новый Завет никогда, когда речь идет о погружении в огонь, нет ни одного места, которое говорило бы и поддерживало бы эту теорию. Давайте посмотрим, что здесь является погружением огнем, и как это связано с тем, о чем мы сказали вначале, что это то, что дает сомнение Иоанну поверить, что Ишуон как раз и является Машиахом. Он говорит, уже из секира при корне дерев лежит, и всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. То есть мы не можем вырвать место из контекста и говорить про крещение огнем, как само по себе. Мы его должны смотреть, о чем здесь оно говорит. Оно как раз идет среди вот этих вот мест Писания. Он говорит, вот, приготовлена уже секира, чтобы отсеять доброе от плохого, чтобы отсеять то, что приносит плоды, от того, что не приносит плоды. Дерево, которое не приносит плоды, оно подлежит уничтожению. И много мест в Новом Завете говорят об этом. Если не принес плод, срубить и в огонь. И он продолжает, что идущий за мной, он будет крестить вас огнем. И что он сделает? Что значит крестить в огнем? Он говорит, в его руке лопата. И он очистит гумно свое, соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожнет огнем неугасимым. На самом деле, то, что происходит здесь, о том, что говорит Иоанн, и я думаю, это было понимание многих людей того времени. Соответственно, стихам, соответственно, пророчествам, которые говорились в пророках, было такое понимание, что когда придет Машиах, то должно произойти две вещи. Первое, что хорошие, добрые, благословенные народ Израиля, дети Авраама, они получают благословение. А те все, которые не приносят плод, которые не являются такими, они получают немедленное наказание. То есть для добрых, праведных благословение, а для нечестивых уничтожение, они должны подвергнуться сразу истреблению и огню. И вот это понимание мы читаем во многих пророчествах, даже в Торе и также в Откровении от Иоанна, что на последний день Господь уготовил озеро Огненное, мы называем его Гиеной, это не ад, это не то место, в котором будут все пребывать, но озеро Огненное — это место наказания, в котором будут пребывать все нечестивые, то место, куда должны быть свергнуты и смерти ад. Откровение Иоанна говорит нам об этом примерно в 20 главе. Мы читаем эти места. И вот были даже несколько пророчеств, мы читаем это и в Псалмах, в 10-м Псалме, и в 20-м Псалме, о том наказании, который приготовил Господь. Я хочу зачитать одно из таких мест. Наказание нечестивых. Псалом 10, с 5 по 6 стих. Написано, «Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящая насилие ненавидит душа его. Дождем прольет он на нечестивых горящие угли, огонь и серу, и палящий ветер, их доля из чаши». То есть это одно из мест, и есть очень много таких же подобных мест и в самом Исаии, и в других пророках, где говорится о наказании нечестивых, что огонь изливается на них, серо, они подлежат уничтожению. Я думаю, каждый из вас помнит историю с Содомом и Гоморой. Каким образом наказал Бог? Каким образом Бог истребил этот город? Наказание нечестивых. Написано, что он пролил на них огонь и серу. То есть крещение огнем, про которое здесь говорит Иоанн, оно всегда символизировало у евреев наказание, наказание нечестивых. Единственное, что пророки не всегда понимали, это разницу во времени, когда должно произойти благословение, когда должно произойти вот это вот проклятие. Я думаю, Иоанн, он предполагал, и многие другие из людей в его время, они думали и ждали, что если придет Машиах, то это должно произойти немедленно. Немедленно должно в то же самое время произойти благословение одних и наказание и истребление других. И поэтому, когда он сидит в темнице, он знает и верит, и услышал от Бога, что Ишуон Машиах. Но вот, находясь в темнице, он не видит подтверждения своей теории, он не видит подтверждения тому, что Бог начинает изливать огонь на нечестивых. Он видит полностью противоположную картину. Он видит, что Ишуа, он благовествует мир, что он исцеляет людей, он прощает грешных людей, он дает им еще один шанс. И это приводит в сомнение Иоанна. Как же так? Где же тот обещанный огонь, который Бог должен излить на все человечество? Почему этот огонь не пришел? Почему нечестивые они до сих пор радуются? В этом была проблема Иоанна. И когда многие пророки, они получали видение на будущее, что должно произойти, зачастую они видели все на одном уровне. Знаете, в Израиле есть много гор. Когда ты стоишь, ты смотришь вдаль, ты можешь видеть две или три горы, одна стоит за другой. Но ты не знаешь на самом деле, какое расстояние между ними. Издалека они кажутся рядом друг с другом, но между ними могут быть километры. То же самое происходило и происходит со многими пророчествами, которые провозглашали Божьи люди. Они не всегда знали, что между ними есть определенное время. То же самое, как и здесь, что сначала Бог приходит, как написано в Исаии 61 главе, что Он помазал помазанникова своего, чтобы Он провозглашал лето Господне благоприятное. А потом дальше написано и день мщения Господа нашему. С одной стороны, мы читаем это все в одних стихах, это все кажется, что должно произойти в одно и то же время, но на самом деле происходит совсем не так. Есть время для покаяния, потому что написано, что Бог не желает, чтобы кто-либо погиб. И Он дает нам возможность еще и еще, чтобы мы могли покаяться, чтобы мы могли обратиться от своих злых дел. Он оттягивает тот приговор, который уже провозглашен, но Он ждет и ждет и ждет, чтобы мы могли обратиться от своих грешных дел. Каждый человек нечестивый, Бог дает ему еще один шанс вновь и вновь. И вот это вот как раз то, что связано с крещением огнем. Есть другое место в Писании, которое многие из вас могут привести в пример и сказать, как же так? Вот, например, в послании к Коринфянам есть такое место, где говорится, что ты спасешься как бы из огня, что может быть это то, что укрепит тебя. Я хочу тоже рассмотреть это место, чтобы мы могли прочитать, о чем там на самом деле говорится. Это послание к Коринфянам 3 глава, с 10 стиха я хочу прочитать. «По данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель положил основание, а другой строит на нем, но каждый смотри, как строит, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, который есть Ишуа Машиах. «Строит ли кто на этом основании из золота, из серебра, из драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня». Говорит ли это место нам о том, а вообще о погружении в огонь или о крещении огнем? Говорит ли это место нам о каких-то испытаниях? Я на самом деле здесь этого не вижу. То, что здесь говорится, то Павел говорит, что всякий человек, который пришел к Богу, который познал Бога, который уже строит на основании, которое есть Ишуа Машиах, он совершает разные дела в своей жизни, дела веры. Кто-то совершает больше, а кто-то меньше. Кто-то строит из соломы, а кто-то строит из золота, кто-то из камня, кто-то из железа. Это наши дела, это то, что мы совершаем во имя Господа. Кто-то что-то различает, не другое не различает, у кого-то вера сильнее, у кого-то слабее. Каждый достигает своего уровня. И наши дела в вере, они будут предоставлены перед Богом, и каждый из нас, он даст отчет, что он сделал. Есть одна тема, о которой я как-то учил, называется «Два суда». И здесь есть суд, который для верующих людей. Мы думаем, что мы на суд не приходим, но на самом деле все приходят на суд. Мы не приходим на суд, где будут осуждения происходить либо в ад, либо в рай, либо в гиену. Туда мы не приходим. Но мы приходим для того, чтобы дать Богу отчет, как мы поступали во время нашей веры. Строили ли мы из камня, или из соломы, или из золота? И вот тогда написано, ты спасешься. Может быть, ты ничего не соблюдал, ты верил, еле-еле как-то двигался. Ты действительно всем сердцем верил в Иешуа, но мало что сделал в своей жизни. И эти места, они говорят, ты спасешься, но как бы из огня. То есть, мало чего ты добился, мало тех драгоценностей, которые ты собрал в будущем мире. Если же ты делал больше, то написано, ты как будто тот, который строил из золота, и твое спасение будет более великим. Другие места Писания нам даже говорят, что есть определенные ранги в Божьем Царстве. Кто-то ближе, кто-то дальше к Богу. Мы не очень понимаем, что там действительно будет, и как оно будет. Написано, видим только сквозь тусклое стекло. Но спасение, если ты веришь, но дано тебе, ты должен его совершать. Написано, со страхом совершайте свое спасение. Ты можешь строить из соломы, а можешь строить из чего-то другого. Ты будешь спасен, но каким образом, какие твои будут заслуги, это все так же учитывается. Но крещение огнем, оно говорит о том, что Бог уже приготовил свой праведный суд, который есть то место, которое мы называем гиеной огненной, озеро огненное, в которое будут повержены все нечестивые, все те, которые не приняли Господа, все те, которые, может быть, ожесточились еще сильнее, несмотря на то, что он давал им еще шанс и еще шанс. И сатана, и ад, все будут брошены в это озеро огненное. Так что у каждого из нас, пока мы живем на этой земле, есть шанс прийти к Богу, чтобы получить спасение, чтобы мы не спасались, как из огня, но получили намного больше. И Ишуа — это наш ответ. Будьте благословены и всего доброго вам. Мессианский центр «Возвращенные на Сион» из Израиля ставит перед собой цель рассказать Израилю о мессианстве Ишуа, а также передать свежее послание из Сиона. Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте www.oasis-media.tv Присоединяйтесь к нам